Здесь реально могут по голове дать. А еще похож на глаза? Всем привет, ребят! Согласитесь, сейчас немного пасмурно, серо и напряженно. Хочу разрядить обстановку вокруг вас, вокруг себя и, главное, вокруг героев этого ролика. А в чем заключается суть? Сейчас расскажу. Прямо сейчас мы поднимаемся в гипермаркет, где я куплю необходимые продукты. После чего мы поедем в одну очень интересную деревню. А почему она интересна, знаете, чуть позже. У тебя есть рублей? Проблема номер раз. Маш, давай поменяю просто в этом. Здравствуйте. Как думаете, что понравится бабушке? Да, кольцо творожное и сочник. А давайте вот такую упаковочку. Давайте. Они тем более сегодня. Так, первый пакет есть. Отъезжая на 30-40 километров от Москвы, буквально, мы можем заметить, что там очень много деревень. В этих деревнях, соответственно, живут кто? В большинстве случаев бабушки, дедушки. Соответственно, мы хотим им привезти, как добрые самаритянины, продукты. Вот так вот, безвозмездно, без каких-либо ожиданий, чтобы им стало хорошо, а вам стало хорошо от просмотра этого видео. Возможно, кто-то из вас спросит, почему мы не покупаем какие-нибудь деликатесы. Я отвечу. Мы покупаем ходовые продукты, в которых мы уверены. Главное, чтобы у престарелых людей не было на них аллергии, они были знакомы с этой пищей, и им было легко получить наше внимание. Покупая более классические продукты, мы сможем помочь большему количеству людей. Самый вкусный помидор – это черри, я считаю. Поэтому мы берем черри. Вот они! Запомните, халва в шоколаде – это нереально вкусно. Наша продуктовая корзина почти готова, как вы видите. И я хочу завершить это все вишенкой на торте. Купить цветочек и открытку. Почему именно такая комбинация? У людей будут сомнения насчет таких пакетов. Какие-то продукты там, не дай бог, они отравлены, все дела. Чтобы убрать их сомнения и как-то расположить их к себе, мы решили сделать вот такой вот жест. Мне кажется, он очень красивый и приятный. Они же любят сканворды, да? Такой объем продуктов получился на 7 семей. И сейчас мы спускаемся вниз, расфасовывая это все в тачку. Здравствуйте, а можно я помогу вам и оплачу вашу корзину? Что-то я не верю. Да нет, давайте оплачу, реально. Ну, я не знаю. Вы меня заставите улыбаться. Ну и сами тоже будете улыбаться, можно? Ну, давайте. Давайте. Всего 1000 рублей, не жалко же? Ну, что вы. А хорошее дело. Хорошего вам дня. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы вот делаем добрые дела, и у вас такая контрастная деревня. Мы разводим продукты нуждающимся людям. Вы никого не знаете из этой деревни, кому бы нужна была такая помощь? Ну, что в первом доме, в принципе, но она не откроет. А 37-й дом? А 37-й дом заброшен. Там уже никто не жил, там поумирает. А, все умерли? Ну, в принципе, вот здесь у нас бараки есть. Угу. Ваша квартира. Первые нормальные, вторые. Там сейчас она пьет какие-то и не до этого. Пьет? Ну, да. Давайте вы подумайте сейчас. Мы выйдем, заберем из машины кое-что и вернемся к вам тогда. Эта добрая мадам очень помогала нам с адресами тех, кому может быть нужна наша помощь. Поэтому мы решили отблагодарить ее вкусняшками. Самое главное-то мы у вас не спросили, как вас зовут? Мне, я, я. Можно к вам зайти туда? Хорошее. Хотим кое-что подарить. Почему? Ну, потому что приятно. И вам будет тоже приятно. Здесь и цветочки есть тоже. Специально ездили, покупали. Теть Лен. Да? Теть Лен. Можно вот так вот? Это вам. Спасибо. Тяжеленькие, аккуратнее. Все, всего вам хорошего. Да вы что? Нет? Ну, конечно, опасно, но мы с вами вроде... Попробуйте к вам, или сходите. Ну, хорошо, попробуем. Спасибо вам за ваши наводки и хорошего вам дня. До свидания. Мы приехали в деревню с колоритным названием «Грязь». Как видите, здесь очень контрастная застройка. Замок. И около него вот такие заплесневелые развалины. Реальные избушки на курьих ножках. Некоторые дома уже заброшены. То есть их владельцы умерли. И очень много людей, которые из-за такой обстановки выбрали неверный путь. Сейчас мы пойдем разносить наши корзины с едой. Из-за того, как нас восприняла первая тетенька, я очень не переживаю. Мне кажется, что это уже плохая затея, потому что, ну, здесь реально могут по голове дать. Давай каждого стучаться. Я думаю, не надо особо придумать ничего. Она сказала, там четыре, получается. Четыре квартиры, в которые можно постучаться и попробовать. Как сказала тетя Лена, есть парочка квартир с людьми с пристрастиями к алкоголю. Главное, не напороться на какую-то их горячку. Здрасте. Вам не надо? Это мама и сынок. То есть вам кто-то под дверь просто подкинул? Ну, не под дверь, а барак просто подкинули. На помойку котят подкидывают. Там был еще рыжий, серенький. И вы уже отдали? Тихую, да. Рыжего там девочка забрала одна. А серенького там куда забрали. Ну, мы подумаем. Можно у вас спросить? Мы вот доброе дело делаем, разносим просто корзинки с едой. Вы не знаете, кому здесь нужна помощь, внимание, может быть? Просто от чистого сердца, как знак внимания. Ну, по возрасту нас тут два каша, только кисти. А не взрослые? 50. Куда? Лучше не идти. Нет. Там у меня все равно. А можно вот цветочек вам? И тут много чего вкусного лежит. Да давайте я поделюсь, господи. А у нас в машине еще лежит. Просто возьмите, нам приятно будет. Ну, давайте. Нам ради бога, господи. Что нам? Конечно, котиков, наверное, не возьмем. А можно погладить? Конечно, гладьте, гладьте. Просто так. Просто добрые дела. День, все, я собираю. Спасибо большое. Короче, если что у вас лишнее, ставьте сюда, мы... Хорошо, будем знать. Женщина очень приятная, разговорчивая. Просто я думала, что мы все-таки отдадим пакет тем, кто не может каким-то причинам. Либо пойти в магазин самому. И ты представляешь, они все говорят, типа, ну, здесь никто особо не нуждает. Это нужно быть смелым и не гордым, сказать такое. Давай, знаешь что, поехали туда, она сказала, первый дом. Первый дом нуждается. Пойдем. Здравствуйте. А, он что-то делает в машине. Здравствуйте. Можно к вам обратиться? Извините, что вас беспокоим. Мы сегодня делаем добрые дела. И вот хотим вам от чистого сердца просто дарить пакетик. Там очень много вкусного всего. Не, не, вкусного. Спасибо. Ну, просто как жест от чистого сердца. Чтобы вам было приятно. И все, сколько денег? Ничего не надо. Это безвозмездно. Да как так? А вы не верите, что так бывает? Нет. А мы просто вот оставим и хотите уйдем? Можешь хоть на задней сиденье. Хорошо. Оп. Только еда, ничего такого. Вот все. Хорошего вам дня. Не взорется? Нет, можете проверить. Проверим. Хорошо. Конечно, такой реакции я не ожидала. Почему-то я думала, что люди в ответ на добро будут отвечать добром. Но, видимо, мои ожидания – это мои проблемы. Никто не верит, сколько он должен. Никто не верит в такую, знаете, безвозмездную помощь без каких-либо подводных камней. Я, когда обвязывалась в эту историю, я понимала, что, скорее всего, очень много подозрительных взглядов, каких-то ищущих глаз и пытающихся тебя раскусить. Типа, почему? Почему ты это делаешь? Зачем тебе это? В чем твоя выгода? Выгода в том, что, когда ты делаешь добро, ты намного больше получаешь. И когда мне дарят подарки, я не настолько не так счастлива, как когда я их делаю. То есть мне намного приятнее делать подарки и отдавать, чем получать. Каков шанс, что мы найдем там человека? Ну ты вот посмотри на крышу, насколько она покатившаяся. Вот прям домик из какой-то русской сказки. Закрыт на замок. Пойдем дальше. По-моему, это те дома, о которых она говорила, что здесь умерли владельцы. Но это уже какая-то нормальная пристройка. Смотри. Нет, он тоже на замок закрыт. А, и тут все вещи вынесены из дома, видишь? Пойдем. Еще какая-то вот присутствует тяжесть в воздухе, ты заметил? И все окна забиты. А там еще один дом есть. А, ну вообще там ничего живого. Ни одного живого места не осталось. А? А у вас на ютубе канала нету? Есть. Да? Ну так похоже на ту кушку, которая старому у мужчин трактора. Да, это были мы. Это вы, да? Да. Я просто смотрел ваши все ролики, все. Все прям? Ну как, не все, но... А начали с того, с трактора, который? Ну мы решили вот продолжить добрые дела и приехать сюда. Да мы хотим в первый дом сходить. Там прям он вроде как такой полузаброшенный. Первый дом. Ну это где баба? А, мне попали? Да. Она по мне отходит. Ну а мы попробуем. Вы представляете, серия с трактора набрала 1,6 миллионов просмотров. Это первый проект, который набрал такое рекордное количество просмотров. Не в просмотрах дело, но просто я вижу, насколько вам это интересно, насколько вы отзываетесь на такое. И мне хочется еще больше творить, сделать и пробовать себя в этом. Это же так круто. Тем более, когда люди поддерживают. Единственное, что новое в этом доме, это табличка номер один. Здравствуйте! Короче, мне кажется, надо оставить просто. Ну как-то так, чтобы не текло с неба. Давай. Спит, наверное. Все. Мне кажется, хорошо. Нам сказали, что в этом доме живет бабушка, но она уже ходит с тросточкой, очень много спит, и к ней приезжает каждый день ее дочка. Поэтому надеемся, что ее дочка приедет, увидит пакет, занесет, и уже бабушка оценит то, что мы ей принесли. Ну а так нам никто не открывает, поэтому идем дальше. Это выглядит максимально страшно, как будто мы в каком-то фильме ужасов. И только это не фильм ужасов, это реальная жизнь. И она не так далеко от вас, москвичи. Но что самое интересное, я была кардинально другого мнения, когда два года назад я ездила с фондом «Дари надежду» гуманитарную помощь привозить бабушкам и дедушкам. Те, кто уже в очень престарелом возрасте, мы ездили в Ярославскую область отвозить провиант, гуманитарную помощь престарелым людям. Там было то же самое. Я думала, что только там. Такого уровня застройка, то есть этому дому около 100 лет. Он и рассохся, и наоборот сейчас стоит весь надутый от влаги. Короче, я думала, такое только далеко от Москвы, но оказывается нет. Просто у меня сейчас розовые очки разбились стеклами внутрь. Здравствуйте! А мы... Вот мы делаем добрые дела, разносим подарки сегодня. Ну как подарки? Господи, как нелепо это выглядит! Я не знала, какие слова подобрать, когда подходила к каждому герою нашего видео. В голове это выглядело совершенно по-другому. Не требую ничего взамен, да. А еще похож на гладранца? Нет, почему гладранца? Это вообще с этим не связано, наоборот, с уважением и от чистого сердца это вручаем. От себя. От кого именно подарки? Ангелина. Меня зовут Ангелина. Это Коля. Это именно от вас подарки? Да, это вот от... То есть вы всем раздаете? Вы здесь живете? Вот здесь дом? Нет. Воспримите нас как-то с неуважением, наоборот, мы это делаем просто потому, что хочется. Я не понимаю смысла всего этого. Только то, что такой домик, это ни о чем не говорится. Нет, ни в коем случае вообще. Я просто попытаюсь воткнуть. Вот, на, включись, блядь. Потому что, когда я делаю добро людям, я чувствую себя намного лучше. Мне это просто нравится делать. Это все. Это вся мотивация. То есть вы можете посмотреть, там ничего такого нету. То есть мандаринки там. Это вся вот эта сумка? Да. Я, может быть, взял бы матери, да? Но мне это как-то вот стремно. А можете рассказать, почему? Ну, не знаю. В принципе, у меня все есть как бы для жизни. Так это не от того, что у вас чего-то нет. Это просто вот от человека к человеку. Мы состоим из одних и тех же, скажем так, молекул и так далее. Просто сами от себя, да? Да. Никакая не компания, там, не государство, нет. Не партия. Да, не партия. Просто вот мы пришли, хотим сделать такое добро. Я не знаю, что там, да, но все равно что-то это стоит денег. Да, как бы. Вы купили по всей виду, что вы это все в Ашане. Все верно. Вот. Дедукция. Вот, да. Почему вы ходите, раздаете людям, которым как бы это может быть не очень так важно, да? Никто не привык в нашей стране делать добрые дела безвозмездно. Такое редко встретишь, согласитесь. Почему я на работе надо делать? Я повесил объявление, типа, на час вот. Бегал там по квартирам, делал там всякие вещи, да, там, ремонт, ну, не ремонт, а именно там, мужик, поедал вот там. Но вам ли не знать, вот, что такое безвозмездная помощь? Я бегаю к бабушке какой-нибудь, да, которую я реально видел. То есть не те бабушки, которые там вот в соседней комнате, там открываешь там кожа, рожа, а именно те бабушки, которых я вижу. Там в квартире действительно там никаких на метр. Я бы просто уходил и делал там с бабушкой. Но вы же делали это... Ну, я делал к бабушке, понимаете? А у меня вот там вот за этой хернью Land Rover стоит, понимаете? Бабки у меня есть, ребят, понимаете? Вы вот мне даете эту сумку. А вы чувствуете, что мы как-то вас принижаем этим? Нет, не принижайте, просто я не понимаю, мотивацию это вот так. Просто, это знаете, как вот Хэллоуин... Ой, ого. Давайте сумку. Ну, давайте я вот... Это она еще тяжеленькая такая. Не дайте вам. Да, спасибо огромное. Шриточек. Открыточка там еще. Там самые вкусные шоколадки, которые я просто обожаю и молюсь на них. Я уже съела, я уже съела, я уже съела. Спасибо, ребят. Йолла просто, я действительно не пойму. Просто сделай доброе дело. Возможно, мы кого-то побудим сделать то же самое для кого-то незнакомого. Ну да. Можно вам пожать руку? Так. Через забор. Все. Хорошего вечера. До свидания. Это был только что? Срез всех людей. Ну, 95% людей нашей страны. Недоверие. Почему, зачем они это делают? И он не побоялся, задал в открытый этот вопрос, чтобы мы на него ответили. И он просто опешил от того, что он не нашел в нас того, что обычно видят люди. Я надеюсь, что как-то мы чуть-чуть... Конечно, это может популистки звучать очень, ребят, но не подумайте. Мы чуть-чуть изменили вот эту вот парадигму в головах людей о том, что это нормально, заботятся друг о друге. Даже чужие люди. Когда я приезжаю на заправку, я всегда даю заправщику денежку, потому что мне от этого приятно, ему от этого приятно. Мы не обязательно ищем нуждающихся людей. Это не так. Мы ищем тех, блин, кому будет приятно. А каждому будет приятно от такого пакета. Это вообще, ну, не важно. Мы никого не пытаемся принизить этим, ни в коем случае. Здравствуйте. Мы сегодня делаем добрые дела, и вот хотим такое внимание пакетиком выразить. Короче, в пакетике много чего вкусного и еще сканворды. Вот, можно вам его подарить? Это даже подарок? Нет, мы ничего не требуем взамен, это все безвозмездная даже не помощь, а просто от чистого сердца внимания. А что там у нас? Вот, можете посмотреть, там сочничек, сканворды, курочка, яйца, хлебушек, макарошки. Только надо бутылку брать. Бутылки нету. Нет, это уж мы сами. Мы донесем это? Да нет, мы донесем, а вы нам прям сумочка. Ну да, тут еще цветочки и открыточка. Спасибо. Точно донесете? Донесем. Но он тяжелый. Удивительно. Ну, вот из Москвы приехали. А что, москвичи такого не делают? Нет, это первый раз в жизни. Серьезно? Мы живем здесь. Да, что ужасно. А тут очень много домов заброшенных, мы смотрим так, да? Да, ну они приезжают. Последники-то у всех есть. Носледники помогают своим родственникам или нет? Ну, родственники уже старше, в поколении умерли. И молодежь, они просто приедут там на выходные. Сушучка позарят. Все умерли. Ну да. Вам, наверное, тяжело с пакетом стоять? Нет, а мы привыкли, мы же и картошку выращиваем. А-а-а. Нам всем под восемь. Вы серьезно? Я думала где-то 65, честно. На самом деле, что я хочу сказать, что я для себя, находясь в этой деревне, сколько, два часа, наверное, поняла больше всего. И что хочу донести до вас. Видя этот замок многоэтажный и смотря потом вот на этот пейзаж, ты понимаешь, насколько сильна вот эта социальная разница и насколько огроменна социальная яма между верхним слоем населения и нижним. Но что нас объединяет? Ребят, мы состоим из одних молекул, из одних органов. В общем, мы просто вот есть плоть и кровь. Нужно быть менее пафосными, какими-то гордыми, со своими предрассудками и так далее. Наоборот, если чем-то более открыт этому миру, тем он более открыт тебе. И на самом деле, если к вам пришел сделать это добро, во-первых, да, конечно, нужно подумать, что ему от тебя надо. Если он делает это безвозмездно, не требуя ничего замен, делай для себя. Я дарю эти пакеты, я их приношу старичкам, и я понимаю, насколько мне кайфово. Я сегодня лягу в постель, посмотрю в потолок и подумаю, блин, вот этот день прожит не зря. Вот я за этот день осчислировала как минимум 7 человек, а может быть, в основном этих бабушек, человек 10, наверное. Ну, короче, больше людей, чем даже предполагала. И это ощущение просто не сравнится ни с чем. Ни с новой тачкой, ни с новым айфоном. В общем, все это материальное, и все это сиюсекундное счастье, которое быстро улетает от тебя. Послевкусие после этих дел будет еще очень и очень долгое. Хорошее послевкусие. Это финальный пакет, и мы обнаружили вот такую избушку. Как я понимаю, здесь мужчины работают газелистом. Только вопрос в том, как мы можем туда постучаться, потому что звонка у него нет. Есть кто? Меня Ангелина зовут. Мы сегодня делаем добрые дела, и вот разносим вот такие вот пакетики с вкусностями. Просто так ничего не надо, это безвозмездно. Что там? Ну, вкусности разные. Ну, ватрушка, сыр. Вот, просто так. Как просто так? С какой организацией? Гуманитарка или как? Нет, не организация, не гуманитарка, просто добрые дела делаем. Все, от чистого сердца. И делаем это с уважением, не требуем ничего. То есть, я весь пакет, я думаю, отсюда, там только маленький. Нет, все, вот этот весь пакет вам. Вот, да. Там еще мои любимые конфеты, самые вкусные. Попробуйте. Спасибо. И открыточку. Оля, Ангелина. Вот, спасибо. Все, и хорошие, хорошие, с тобой долго работала, ваша лошадка. До свидания. Ребят, мы того не ждали, но у нас опять получилась невероятная история. У меня в голове была одна картинка, в итоге получилось не то, что лучше, а просто невероятно. Я ехала сюда с целью улыбнуть людей престарелого, бальзаковского возраста. А по итогу эта цель у меня в голове была перечеркнута, и я поняла, что просто хочу сделать добро незнакомым не людям, вне зависимости от социального статуса, от возраста, от какого-то бэкграунда за их спиной. Это не важно. Просто, просто сделать приятно, и тем самым тоже себе приятно сделать. Не хочу долго рассусоливать, вы сделаете выводы сами, и я просто надеюсь, что для вас это видео что-то значит. В общем, делайте добро, не ждите ничего взамен, и тогда вам вдвойне вернется. Пока-пока.